Пока оно стучит, человек живет. Не часто мы прислушиваемся к своему сердцу, а напрасно. Обращать внимание необходимо на артериальное давление, на если у человека появляется одышка, какие-то неприятные ощущения в груди. Ему обязательно необходимо обращаться в поликлинику. В поликлинике у нас происходит диспансеризация, на которой врач первичного звена, то есть обычный терапевт, может принять решение, необходимо ли человеку обращаться к кардиологу, проводить ему более полное обследование, дополнительные какие-то обследования. Диспансеризация действительно выявляет заболевания сердца. Порой люди даже не знают, что им давно стоит заняться лечением этого важного органа. Учитывая факторы риска, врачи обращают внимание пациентов на свое сердце. Это курение, это избыточный вес, гиподинамия. То есть люди, которые знают, что у них есть, должны более пристально смотреть за своим здоровьем и стараться снизить эти факторы риска. То есть отказа от курения, снижение массы тела, занятия какими-то физическими нагрузками. Среди факторов немаловажен наследственный. Если близкие родственники страдали какими-либо сердечно-сосудистыми заболеваниями, высока вероятность того, что и дети будут ими страдать. А еще болезни сердца в последние годы значительно помолодели. У детей все чаще выявляются те или иные заболевания сердечно-сосудистой системы. Диагноз инфаркт миокарда ставят уже совсем молодым людям. Кстати, болезням сердца женщины подвержены больше, чем мужчины. Галина Михайлова поступила в кардиологическое отделение с приступом сердечной аритмии. После оказанной помощи ей стало заметно легче. Но в больнице пациентке придется провести порядка двух недель. Приступ начинается, как всегда, с повышения ритма сердечного. Человек начинает задыхаться. Делают мне обследование. Назначили мне уколы, другие таблетки, не те, которые я принимала. Среди болезней сердечно-сосудистой системы самый, пожалуй, коварный инфаркт миокарда, который не так-то просто сразу распознать. Инфаркт может протекать асимптомно. Могут быть симптомы абсолютно непохожие на классические, которые описаны в литературе, которые знают обыватели. То есть классическим приступом является, который приводит к инфаркту или прединфаркту, это боли за грудиной. В то же время люди очень часто на самом деле списывают все это на боли в животе, связывают с какими-либо погрешностями в диете. В дальнейшем при обращении к врачу, при регистрации КГ выявляются признаки того, что произошла катастрофа в сердце. Своевременное обращение в больницу поможет остановить дальнейшую гибель сердечной мышцы. У больного появится реальный шанс не просто выжить, но и продолжить обычную активную жизнь. Здесь, в нашем отделении, мы проводим тромболитическую терапию больных с острым инфарктом миокарда. И в дальнейшем, или в первые часы, или через несколько дней, направляем людей для проведения коронароангиографии и, возможно, ангиопластики. Так называемое стентирование. Инфаркт – это образование тромба в результате разрыва пляшки в сосуде. Тромб перекрывает кровоток. То есть мы вводим препараты лекарственные, которые растворяют этот тромб. Соответственно, кровоток восстанавливается. Наша больница тесно взаимодействует с федеральными центрами, с институтом Бакулева, где больным оказывается высокотехнологичная помощь по программе оказания помощи больным с острым коронарным синдромом. В наше время риск повторных инфарктов уменьшился благодаря современным технологиям. Но в любом случае, в период восстановления необходимо соблюдать все рекомендации докторов. Если человек принимает все назначенные препараты, регулярно наблюдается терапевтом, кардиологом, поликлиники, то в настоящее время качество и продолжительность жизни таких больных абсолютно не сопоставим с тем, что было ранее. К сожалению, говорит доктор Орловский, многие бросают лечение досрочно, а в результате рецидивы. Ведь обеспечение полноценной жизни зачастую обусловлено неопределенно долгим соблюдением всех рекомендаций.